МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Сумму ущерба от падения крана на детский сад определят к концу недели. По одной из версий, ЧП произошло из-за проседания грунта. Тигр на шаре, номер под дождем и десятки экзотических животных. В Нижний Новгород приехал Королевский цирк Гии и Радзе. Вылетел навстречу. Массовая авария в Ленинском районе. Пострадало несколько человек. Осторожно, подделка. В обороте появились новые фальшивые купюры. Мошенники не брезгуют даже мелочью. Самые привлекательные нижегородки и самый обаятельный певец российской эстрады Дмитрий Маликов приглашает на юбилейный концерт. О главных событиях этого четверга я и мои коллеги расскажем вам прямо сейчас в эфире службы новостей «Город». Меня зовут Мария Зелинская. Здравствуйте. Итак, размер ущерба, нанесенный детскому саду в Канавинском районе от упавшей на него стрелы автокрана, определят в течение двух дней. Такой срок обозначила администрация города, чтобы понимать, сколько выделить средств из резервного фонда на устранение последствий инцидента. Сейчас детский сад на улице Григорьева работает в обычном режиме. Воспитанников временно распределили по другим группам. С территории садика вывезли весь мусор, оставшийся после падения стрелы автокрана на пристрой. Доступ внутрь помещения закрыт. Заведующая детсадом Олеся Самыловская рассказала, что психологи вместе с воспитателями провели несколько занятий для детей. Напомню, что накануне около часа дня на территорию детского сада упал груз цементно-стружечных плит. Они сорвались со стрелы автокрана, который завалился на бок во время подъема строительных материалов на крышу дома, стоящего неподалеку от дошкольного учреждения. По предварительной версии следователей, под спецтехникой просил грунт. Это и привело к тому, что кран опрокинулся. Отмечу также, что инцидент затрагивает тему капитального ремонта многоквартирных домов. Поэтому глава региона Глеб Никитин получил главе фонда капремонта Геннадию Дурдаеву в срочном порядке устранить все замечания, связанные в первую очередь с восстановлением кровель. По другим темам, Анатолий Москвин, известный как Нижегородский некрополист, больше не опасен для общества. Такое заявление сделали медики. Врачи обратились в суд с ходатайством об изменении принудительного лечения 52-летнего мужчины, который несколько лет назад стал известен на всю Россию тем, что выкапывал из могил трупы девочек и делал из них куклы. Рассмотрев прошение медиков, суд отправил Анатолия Москвина на очередную психиатрическую экспертизу. В четверг, 25 октября, состоялось промежуточное заседание. Адвокат Москвина Виолета Волкова пояснила, что экспертиза будет идти до середины ноября. Затем почти месяц будут описывать ее результаты и только потом пройдет суд, на котором объявят решение. Предварительно это случится не раньше конца декабря. Напомним, известного в Нижнем Новгороде краеведа и журналиста Анатолия Москвина 7 лет назад задержали по подозрению в вандализме на мусульманских кладбищах города. Когда сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом зашли в квартиру 45-летнего мужчины, то были шокированы и увидены. В комнате они обнаружили около 20 мумифицированных трупов девочек, которым на момент смерти было от 3 до 11 лет. Своё жуткое увлечение Москвин объяснял тем, что занимался черной магией и хотел оживить людей. Ему было жаль умерших детей, которые могли еще жить и жить. Мы продолжаем. Нижегородское МЧС запустило страницы в социальных сетях. Подробнее об этой и других новостях города короткой строкой. Спонсор рубрики «Короткой строкой» автосалон «Лада Юникор». В аккаунтах будет публиковаться актуальная для Нижнего Новгорода и области информация об экстренных ситуациях или крупных происшествиях, а также фото и видео с мероприятием министерства. Подписаться на новости ведомства можно уже сегодня. В Нижегородской области продлили срок действия материнского капитала. Социальная поддержка в размере 100 тысяч рублей за третьего рожденного или усыновленного ребенка, а также последующих детей в семье, сохранится в регионе до 31 декабря 2021 года. Изменения в законе прошли два чтения и были приняты единогласно. В общественном транспорте могут появиться динамические тарифы, при которых дневные поездки станут дешевле, чем в час пик. С таким предложением выступил Минтранс. Подобное введение должно решить проблему полупустого транспорта в дневные часы и сделать поездки доступнее для пенсионеров, а также неработающих граждан. Конкретная схема изменения тарифов пока неизвестна. В Киржинском заповеднике посчитали тетеревинных птиц. Перепись проводилась с августа по октябрь. Всего на территории заповедника определено 1535 особей глухарей, 374 тетеревов и 585 особей рябчиков. Отмечается, что численность глухарей остается на среднем уровне. В Нижнем Новгороде началась неделя французского кино. Кинотеатры «Орленок» покажут уникальные фильмы, которые не выходили ранее в России. Картины будут показаны на оригинальном языке, но с русскими субтитрами. Всего в программе 7 фильмов. Известно, что это работы, снятые за последние несколько лет и посетившие многие кинофестивали. К другим темам новые номера, которые через два месяца будет смотреть принцесса Монако на главном цирковом фестивале мира. Первыми увидят именно нижегородские зрители. А также и тигры на шарах и в фонтанах, номер с грозой и дождем, рояль в кристаллах, невероятное разнообразие экзотических животных и многое другое. Все это Королевский цирк Гей-Эрадзе, который приехал в наш город с обновленной программой. Некоторые костюмы для представления Королевский цирк шили почти 8 месяцев. Каждый из них стоит не менее 100 тысяч рублей. Кстати, в шоу их более двух тысяч. На отдельных нарядах можно рассмотреть даже достопримечательности Санкт-Петербурга. Это представление не просто цирковые номера, а цельная история с единой сюжетной линией настоящие произведения искусства. Уже в январе номерами Королевского цирка будет любоваться на главном цирковом фестивале мира в Монте-Карло сама принцесса Монако Стефания. Но первыми их увидит именно нижегородская публика. У вас замечательный цирк, у вас два манежа, очень хорошие условия, у нас великолепные отношения с дирекцией нижегородского цирка. Мы уже, можно сказать, родные люди в полном смысле этого слова. И мы приехали к себе как домой. Как домой, и вы знаете, меня безусловно порадовал зритель, и билеты продаются, и продаются такими темпами, что мы добавляем спектакли. Это очень радует. Удивлять публику будет невероятное количество животных. В Нижний Новгород приехало более 20 фур, которые разгружали целых два дня. Среди животных львы, тигры, страусы, зебры, лошади, дикобразы и многие другие. И часть из животных нам удалось увидеть еще до премьеры. Это зрелище, история для всей семьи, возможность скрыться от бытовых проблем, серой погоды за окном и окунуться в детство. Не упустите шанс погрузиться в волшебную атмосферу королевского шоу, насладиться номерами лучших артистов России и познакомиться поближе с экзотическими животными. Премьера состоится 27 и 28 октября в Нижегородском цирке. Далее представления будут проходить каждую субботу и воскресенье до 2 декабря. Ну и далее мы прервемся ненадолго и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Вылетел навстречку, массовая авария в Ленинском районе, пострадало несколько человек. Осторожно подделка, в обороте появились новые фальшивые купюры, мошенники не брезгуют даже мелочью. Самые привлекательные Нижегородки и самый обаятельный певец российской эстрады Дмитрий Маликов приглашает на юбилейный концерт. В эфире служба новостей города. Мы продолжаем. Житель Сарова отправится на скамью подсудимых за целый набор преступлений. На счету злоумышленника убийства, кражи, незаконное хранение оружия и наркотиков. Цепочка правонарушений началась 27 марта этого года, когда во время обеденного перерыва 35-летний саровчанин отлучился по делам и больше его никто не видел. Пропавший стал жертвой преступления. По версии следствия, 27 марта 2018 года в дневное время на территории города Саров потерпевший выстрелил в обвиняемого, который брал у него в долг 23 тысячи рублей. Не желая отдавать деньги, должник застрелил потерпевшего из принесенного собой охотничьего ружья марки ТОС-54. После этого он похитил у погибшего деньги в сумме 28 тысяч рублей, два сотовых телефона, инструменты и другие вещи, а также ключи от квартиры, причинив ущерб на общую сумму свыше 68 тысяч рублей. Тело погибшего он вывез на арендованный у потерпевшего же автомашине Вознесенский район, где сокрыл его в кувете в двух километрах от села Илев. Затем он вернулся в Саров и совершил кражу из квартиры потерпевшего, выбив входную дверь, так как открыть ее похищенными ключами ему не удалось. Из квартиры он похитил технику и вещи на сумму свыше 35 тысяч рублей. В квартире обвиняемого обнаружили патроны пороха, а также марихуану и гашиш. Свою вину в преступлении мужчина признал частично, а в настоящий момент он содержится под стражей. В Нижнем Новгороде на Казанском шоссе в ночное время случился пожар в десятиэтажке. Когда на место прибыли спасатели, в квартире на пятом этаже горело домашнее имущество, а в подъезде было сильное задымление. Пожарные эвакуировали 35 человек, в том числе семерых детей. От возгорания пострадал 42-летний сын хозяйки квартиры, он получил ожоги второй степени. Огонь уничтожил имущество на площади в 6 квадратных метров. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Еще один пожар произошел в городе Химиков, где на проспекте Дзержинского в дневное время вспыхнул массив сараев. Пламя в основном бушевало на кровле и уничтожило покрытие на площади в 80 квадратных метров. Чтобы потушить огонь внутри хозяйственных построек, пожарным пришлось резать замки с дверей. Причиной возгорания предположительно стал поджог. Массовая авария произошла на Пролетарке. Здесь минувшей ночью столкнулись Honda, Renault и Nissan. По предварительной информации, водитель первой машины не справился с управлением, вылетел навстречу, столкнулся с французской иномаркой, ну а затем с Nissan. Травмы в ДТП получил водитель и пассажир Renault. Красный кроссовер Mitsubishi врезался в дерево на улице Тропинина в Приокском районе. За рулем находился 46-летний мужчина, который не справился с управлением. В аварии травмы получили сам водитель и двое его пассажиров. И на этом обзор криминальных событий завершен. Ну а если и вы стали очевидцами происшествий или аварии, присылайте ваши видео в группу первого городского телеканала ВКонтакте. К экономическим темам. В проекте областного бюджета до 2021 года денег на строительство метро не нашлось. Об этом сообщила министр финансов Ольга Сулейма. Подробности в обзоре финансовых новостей. Продление автозаводской линии метро может увеличить пассажирооборот на 40%. А это около 40 тысяч человек в сутки на строительство станции «Оперный театр» и «Синай». Потребуется почти 27 миллиардов рублей в проекте областного бюджета. Увы, таких средств нет возможно. При рассмотрении федерального бюджета эта статья расходов будет предусмотрена. Почти 4 миллиона россиян получат прибавку к пенсии уже в следующем году. Она составит 1 900 рублей. Повышенную пенсию получат жители регионов, где прожиточный минимум меньше 8726 рублей. Молодым родителям автозаводского района крупно повезет. До конца года там появятся новые песочницы и игровые домики. На обновление детских площадок в этом районе уже выделено почти 6 миллионов рублей. Банк России просит быть бдительной. В обороте появились не только фальшивые купюры номиналом 2000 рублей, но и 200-рублевые купюры. За последние три месяца удалось выявить более 10 тысяч поддельных купюр и монет. Если вы сомневаетесь в подлинности наличности в вашем кошельке, обращайтесь в ближайшее отделение полиции. Форбс назвал самых богатых женщин России. И первое место в этом списке уже шестой год занимает супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина. В общей сложности ее имущество оценивается в 1,2 миллиарда долларов. На втором месте основательница крупного интернет-магазина Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов. Ну а бронзу в рейтинге получила Елена Рыболовлева. Своё состояние она получила по мировому соглашению после развода с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Ну а тем временем самые красивые девушки Нижнего Новгорода и самый обаятельный певец российской эстрады Дмитрий Маликов встретятся на одной сцене. Народный артист, певец и композитор 31 октября даст большой сольный концерт в рамках 30-летия творческой деятельности. А финалистки конкурса «Мисс Нижний Новгород-2019» появятся в его шоу во время композиции «Ты одна, ты такая». Каждый концерт немножко особенный и я с особым трепетом отношусь к вашему городу. И мне безумно приятно, что в этот раз моё шоу украсит финалистки «Мисс Нижний Новгород-2019». Я как большой ценитель женской красоты и постоянный член жюри конкурса «Мисс Россия» с нетерпением жду этой встречи, потому что знаю, что в Нижнем Новгороде живут потрясающие красивые девушки. И мы сделаем какой-нибудь интересный, необычный номер. Приходите, мы вас ждём. До встречи. Ну а самые горячие споры не в судах, а в интернете. Там люди в выражениях не стесняются. Сегодня пользователи социальных сетей больше всего обсуждали флешмоб в центре города, возможное наступление апокалипсиса и чемпионы по смешанным боевым искусствам, который оказался добрым и чутким. Странный флешмоб попал в объективы фотокамер нижегородцев. Несколько девушек, не обращая внимания на любопытные взгляды прохожих, пронесли через покровку куклу, завёрнутую в одеяло. Что они хотели этим донести, остаётся лишь предполагать. Самая главная проблема для творческих людей – это найти музу. Поэтому они ищут вдохновение абсолютно во всём. Но наши и тут смогли отличиться. Муза нашла Светлану на высоте 1600 метров. Певица пролетела над городом на воздушном шаре и в творческом порыве даже записала песню и клип. И, как ни странно, о любви. В Нижний Новгород прилетела НЛО. По крайней мере, именно так считают пользователи социальных сетей. Необычное явление, которое засняли нижегородцы, похоже то ли на стаю танцующих птиц, то ли на предупреждение о грядущем апокалипсисе, то ли на сцену из фильма «Ночной дозор». Чего только не придумают комментаторы в погоне за лайками. В битве за чистоту все средства хороши. Но художник из Москвы с грязью решил не бороться, а использовать её во благо. На пыльном покрытии машин Никита Голубев разглядел холст для своих шедевров. Музыка. Жаль, что эти художества долго не проживут. Владельцы автомобилей рано или поздно всё-таки помоют свои машины. Ну или первый дождь не оставит от картин и следа. Чемпион по смешанным боевым искусствам Хабиб, который жёстко и яростно дрался за свою победу с Конором Макгрегором, в душе оказался милым и ранимым человеком. Подтверждение этому запечатлели пользователи социальных сетей. Даже суровым с первого взгляда бойцам не чуждо гуманность и сострадание. А что хорошего произошло в вашей жизни? С этим вопросом мы обратились к нижегородцам. Ну, я заплатил последний платеж по кредитам. Купили машину. Я сделала ремонт, сделала очень много заготовок в саду, в семье всё хорошо. Я сегодня была в студенном заседании по работе. Всё было хорошо. Вот прям только что. Мы переехали с Амурской области, наши планы, сказать, осуществились. И дочь поступила в университет. Ну и в конце выпуска о погоде Ирина Салтыкова вместе с синоптиками подготовила прогноз на завтра. Спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника «Брекет Клаб». Здравствуйте! В ночь на 26 октября в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха – плюс 3, плюс 5. Ветер южный – 7 метров в секунду. В пятницу днём ожидается пасмурная погода. Вероятность осадков – 25%. Атмосферное давление так же, как и ночью, ниже нормы. Температура воздуха – плюс 2, плюс 5. Ощущаться будет как 0 градусов. Ветер юго-западный – до 6 метров в секунду. Возможно, в пятницу мы увидим первый снег. Благодарю вас за внимание и до встречи на Первом городском телеканале. И на этом наш выпуск завершён. Мы желаем вам отличного настроения, только хороших новостей. До встречи в городе.